Пакет инициатив по развитию экономического сотрудничества в рамках ШОС представил в Ташкенте премьер-министр Казахстана. Оскар Мамин принимает участие в работе Совета глав правительств организации. Речь на нем шла о расширении партнерства в различных сферах, включая экономику, инвестиции, логистику и цифровые технологии. В частности, Мамин предложил активизировать работу по созданию банка развития ШОС и совместно разработать дорожную карту по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах. Глава правительства Казахстана также пригласил странно-участницей ШОС использовать площадку МФЦА для тестирования новых финансовых продуктов и технологий. На сегодня такой возможностью уже воспользовались компании Китая, России и Узбекистана. Оскар Мамин также встретился с премьером Госсовета КНР Ликетсяном. В ходе переговоров обсуждали вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе в сферах переработки и производства продукции сельского хозяйства, электронной торговли, развития МФЦА, а также использования и охраны трансграничных рек. Китай остается крупнейшим экономическим партнером Казахстана. С начала года объем торговли между странами вырос на четверти и превысил 9 миллиардов долларов. Семей, адресную социальную помощь незаконно получали 11 семей. Сумма необоснованного начисления составила порядка 4 миллионов тенге. Сейчас отношения этих лет сведут разбирательства. Но вот те, кому пособие действительно помогло встать на ноги, решили открыть собственный бизнес, чтобы больше не зависеть от государства. Асима Тешева продолжит тему. Айгуль Кинжиканова – получатель адресной социальной помощи. Но жить лишь на одно пособие женщина не захотела. Решила воплотить давнюю мечту и стать парикмахером. Айгуль прошла курсы переподготовки кадров в отделе занятости, а позже подала заявление на грант для развития собственного дела. На полученные 550 тысяч тенге отремонтировала старое помещение и приобрела необходимое оборудование. Многодетным семьям, которые получают АСП, советую открыть свой бизнес. Не полагаться на государство, можно получить грант. Специалисты отдела занятости советуют получателям адресной социальной помощи не бояться следовать примеру Айгуль. Пока доходы их семьи не вырастут, пособия выплачивать не перестанут. Это дает возможность этой семье выбираться из этого пула бедности и самостоятельно зарабатывать. При этом, если черта их бедности не превысила, то есть бизнес только начал развиваться, естественно, государство также будет адресной социальной помощи их поддерживать. Незаконно нажиться на господдержке решили и те, чей доход превышает черту бедности. Таких семей оказалось 25. Позже 14 из них все же доказали, что в АСП они нуждаются. В отношении других ведутся разбирательства. Вот была недавно одна мама тоже просит АСП. Маникюр там у нее, я знаю, что очень дорогой, потому что я жене и дочке деньги даю, знаю, что это такое маникюр. На шее украшения там, одеты нормально. Вот такие, когда люди приходят, мы сразу начинаем подсомнение это ставить, потом направляем по адресу людей. Неправомерно назначенные выплаты придется вернуть государству. А это порядка 4 миллионов тенге. Из них в госказну от бывших получателей адресной социальной помощи уже возвращено полтора миллиона тенге. Есть, которые в семье, конечно, отказываются восстанавливать данную выплату. Но на сегодняшний день подготовлены иски в суд и будет уже данный вопрос решен через судебный порядок. Сегодня в семье адресную социальную помощь получают 4229 семей. Среди них 1146. Это многодетные семьи. А тем утешивыми дед Умирханов, Хабар, 24, семей. Типографию, на деятельность которой неоднократно жаловали жители одного из районов Алматы, проверят надзорные органы. После того, как в эфире нашего телеканала вышел сюжет о вредном производстве прямо в жилом портале, проблемным вопросом граждан заинтересовались в прокуратуре, санитарной службе и парции Нур-Отан. Сегодня целая делегация приехала в тот самый район, где в частном доме предприниматель поставил печатные станки, от работы которых в округе испортился воздух. Люди сутками дышат красителями, отчего у детей появился кашель, а пенсионеры стали чаще вызывать скорую. Ревизоры убедились в том, что типография примыкает к жилым домам, тогда как предприятие должно располагаться как минимум в 100 метрах. Партийцы заявили, что возьмут ситуацию на контроль и доведут дело до конца. Соответствующие материалы уже отправлены в суд. Мы видим о том, что действительно есть последствия здоровью жителей. Я думаю, что экспертиза установит связь между вот этими вредными выбросами, которые производило предприятие, нанесенному ущербу. В том числе житель поясняет, что супруга болеет онкологическим заболеванием. Сам он неоднократно болел после внесения решения суда. Я думаю, на законном основании будет приостановлена деятельность. Молодых казахстанцев учат бороться с экстремизмом в социальных сетях. О том, как распознать деструктивное течение, рассказывают популярные блогеры и религиоведы. Они объясняют, как террористы вводят в заблуждение и вербуют людей. В Министерстве информации и общественного развития уверены, религиозно-грамотная молодежь не позволит манипулировать своим сознанием. В Алматы двухдневный семинар собрал порядка сотни студентов. Как распознать псевдорелигиозные учения и не попасть в ловушку экстремистов? Алматинских студентов учат отсеивать реально полезную информацию от деструктивной и рекомендуют делиться в соцсетях только позитивными эмоциями. Немногие люди на самом деле думают, что это может их коснуться, но это настолько опасная тема, что знать должен каждый студент и в дальнейшем объяснять своим детям и друзьям. Мы всегда в инстаграме, мы всегда с кем-то общаемся, с кем-то пытаемся контактировать. То есть благодаря тому, что мы разбираем это здесь, мы это потом переносим на других людей. По мнению экспертов, именно на просторах всемирной паутины радикалы вербуют неокрепшие умы. Поэтому в группе риска по-прежнему остается молодежь. В этих новых медиа необходимо научить людей делать факт-чекинг, проверять факты, проверять, какая информация является недостоверной. И второй момент, что им необходимо делать, это уметь противодействовать самим, то есть уметь объединяться в волонтерские организации. Подобные уроки антитеррора прошли во многих городах Казахстана. Организаторы уверены, закрепить полученные знания поможет конкурс. Авторов лучших публикаций в соцсетях и организаторов антиэкстремистского волонтерского движения определяют 20 ноября. И к событиям в мире. 9 школьников погибли в результате взрыва в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщили представители власти. Взрыв произошел в районе Даркад, когда дети шли в школу. Причины инцидента выясняют. Около 250 тысяч жителей Сомали потеряли имущество из-за сильного наводнения. Об этом сообщили представители Норвежского совета по делам беженцев. Сильнее всего пострадал город Беллия-Дуэйне. Из-за непрерывных дождей местная река вышла из берегов и затопила значительную часть территории. Большая вода разрушила три четверти города. Многие окрестные деревни практически ушли под воду. Из-за высокого уровня загрязнения воздуха в столице Эйнзи власти закрыли школы до 5 ноября. В стране объявлено чрезвычайное положение. Чиновники также остановили стройки и запретили запускать фейерверки. Глава администрации Дели Арвинд Кеджревал заявил, что город превратился в газовую камеру. Представители Минздрава рекомендуют жителям надевать специальные маски и не выходить на улицу без особой необходимости. По словам экологов, уровень мельчайших твердых частиц в воздухе превышает предельную норму больше, чем в 20 раз. Яркое событие в жизни театральной Москвы. На сцене «Современника» состоялась премьера спектакля «Фариза» молодого казахстанского режиссера Фархата Молдегали. Она поставлена по одноименной пьесе драматурга Розы Мукановой. Впервые эта постановка была показана в Алма-Аты. Премьера на казахском языке, состоявшаяся при поддержке посольства Казахстана в России, символично совпала с юбилейным годом театра и стала частью Всероссийского театрального марафона. Авторы постановки называют «Фаризу» мистической драмой. Со сцены звучат стихи, искусственно вплетённые в канву сценария. Но это не литературный вечер, не портреты, не биография. Это внутренний мир и духовные переживания героини, показанные через мастерски выстроенную сценографию. В центре постановки одна из ярчайших фигур казахской творческой интеллигенции. «Фаризун Гарсенова, где Казахстан имеет непрекотящую ценность. Её широкая известность заключается не только в исключительном поэтическом даровании. Она очень тонко чувствовала ритм своего времени. И, зная силу слова, она через удивительные поэтические строки передавала непростые ритмы жизни нации». «Признание и зависть современников, тесная дружба и соперничество, блистательный успех и мучительное одиночество. Между ними у поэта нет выбора. Его призвание сулит не только творческое вдохновение, но и тяжёлую ношу. Фариза просит у судьбы простых человеческих радостей. Судьба, этот образ из древнегреческих трагедий, непреклонна. Долг поэта – переплавить страдания в искусство». «Её творчество – это уровень мировой литературы. Оно созвучно наследию Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Блока. Мы пытались ответить на вопросы, в чём загадка Фаризы, загадка её творчества и судьбы. Мы старались показать душевные терзания. И эти переживания понятны, ведь одиночество – чувство, которое испытывал каждый». Основные темы творчества казахской поэтессы – это вечная классика. Любовь и ненависть, мужество и трусость, сплетение страстей в человеческой душе. Спектакль на казахском языке с синхронным переводом на русский. Однако язык поэзии оказался универсальным и понятным для любой аудитории. «Я давно не видел такого накала страстей. Эта молодая труппа играла на пределе самоотдачи. И, конечно, задавала тон главной героине и актрисе, игравшей роль судьбы. Артисты отдавались сполна. И даже не зная языка, увлекала, затрагивала. Она смотрится на одном дыхании, это правда. Я не ожидал, что я буду смотреть спектакль на поэтическом материале и, в общем, не думать о времени. Так что это здорово. Я очень хорошо понимаю ощущение казахского зрителя, для которого казахский язык, естественно, родной, который живет постоянно вдалеке от родины. В театре, одном из самых лучших театров России, слушать спектакль на казахском языке, мне кажется, это очень сильное. Это очень сильное переживание. После «Московского современника» в середине ноября спектакль представят в Нурсултане, на сцене театра «Жастар». Дана Нуржан, Александр Любителев, Россия, Хабар-24. Казахскую национальную музыку очередной раз представили в Италии. Этот раз жители и гости Рима смогли услышать звучание древних музыкальных инструментов в исполнении оркестра «Отар-Арсазы». Самые известные музыкальные инструменты Казахстана с успехом отыграли в Риме. В итальянской столице накануне прошел концерт оркестра «Отар-Арсазы» имени Нургиса Атлиендиева. Свободных мест в римском театре «Сала Умберта» просто не было. Несмотря на ливень, несколько сотен человек пришли послушать национальную музыку Казахстана. Наш оркестр очень уникален. В нашем оркестре есть очень много инструментов, найденных в древнем городе «Отар-Арс». И они находятся именно в нашем оркестре. Больше их вы нигде не услышите. Вот, например, такой инструмент, как шанхобас, сасарнай, калхобас, жетеген. Представил казахский коллектив иностранным зрителям такие инструменты, как домбра и кобас, жетеген, чертер и сырнай. И старинных ударных осатаяк, конрау, кайрак. И это, пожалуй, лишь малая часть представителей казахского музыкального фольклора. Больше всего, наверное, привлекает национальный колорит, восточные мотивы, очень самобытная музыка, которая свойственна только нашему региону, Казахстану. И зрители очень любят эту музыку. По словам организаторов концерта, такое разнообразие звучания дает оркестру возможность как можно детальнее показать итальянской публике все богатство национальной музыки Казахстана. Асель Жамбарши, Алексей Родионов и Нива Мирокян, Хабар-24, Рим, Италия. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте www.24.kz. У меня же на этом все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин